Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу вам показать одно очень интересное и красивое оформление праздничного салата. В моем случае это селедка под шубой, и вы посмотрите, как она шикарно выглядит. А делается это украшение очень легко и просто. Если вам эта тема интересна, то, конечно, продолжайте смотреть. Слои у всех разные, но когда я делаю селедку под шубой и украшаю так, как сейчас вам покажу, то для этого мне очень нравится, когда у меня верхний слой свекла. Последний самый слой красный, он очень яркий. На этот верхний слой мы уже будем с вами делать бело-зеленые акценты. Поэтому вот такое вот сочетание бело-красного и зеленого очень красивое. Когда вы будете ложить слои, вам каждый слой нужно будет уплотнять, потому что в какой-то момент мы с вами будем форму убирать. И нам, конечно же, совсем не нужно, чтобы весь салатик наш развалился. Сейчас переверну. Ну вот смотрите, у меня уже все уложено. И сейчас аккуратненько буду снимать форму. Я ее рассоединила и поднимаю вверх. Ну вот, вот так вот выглядит наш салатик с вами. Слои аккуратненько более или менее все просматривается. В общем-то, мне безумно нравится. Первое, что мы с вами сделаем, это украсим немножко майонезом. Если у вас салат чуть-чуть суховат, то вы можете бока обмазать майонезом. Но у меня он достаточно такой хорошо пропитанный. Украшать, кстати, еще одна уговорочка. Украшение салата должно у вас происходить перед подачей. Например, если вы любите, как я, чтобы салатик пропитался и был пропитанный, то вы сделайте его. Пускай он целую ночь пропитывается. А на следующий день, когда у вас праздник, вы уже примерно плюс-минус, ну за час-два перед подачей на стол, вы украшаете уже салатик. Лучше, конечно же, за полчаса, потому что все-таки, ну, как вы знаете, свекла у нас окрашивают абсолютно все. Но у нас здесь яйца, майонез, так что лучше все-таки перед подачей делать украшение. Что для этого нужно? Я беру кондитерский конус и отрезаю диаметр, который мне нужен. Внутри у меня уже находится майонез. Ну и сейчас просто произвольно делаю вот такие вот линии. Ну, примерно вот так что-то получается. Этого, в принципе, достаточно. Небольшой штришок у нас есть. Ну, чтобы сделать нам, девочки, цветок из яйца, конечно же, понадобится яйцо. Берем яйцо и берем нож. Нож, по моему опыту, скажу, что если бы он вообще такой весь тоненький был, был бы удобнее. Но у меня чуть-чуть здесь уширяется, поэтому не так удобно. Мне приходится вот так вот его держать и работать только верхней частью. Еще у меня нож здесь немножко рифленый. Может быть, это тоже не есть хорошо. Так что, если у вас есть подобный нож, но не рифленый, попробуйте им. В общем-то, берем эту тоненькую сторону и делаем углубление. И волнообразно начинаем врезать. То есть вот так вот немножко в серединке вставляем нож. И аккуратненько, Волнами делаем наш цветочек. И потом вот тоже здесь вот тоже аккуратненько, внимательно, на такой момент отсоединить нужно очень аккуратненько. Вот, смотрите, такой цветочек у нас получился. Очень миленький, красивенький, внутрь. Вы сюда можете, например, огурчик, ну, кружочек огурчика положить, либо моркови. Так как у меня салат-челедка под шубой, я, естественно, буду ложить морковь, ну, и вообще как-то это будет естественнее и красивее смотреться. Ну, и таким образом вырезаете такое количество цветочков, наших ромашечек, какой вам нужно. Вот мои цветочки сделаны уже, но, как вы видите, там есть на них желток, поэтому, чтобы его обмыть, нужно опустить воду ненадолго, пускай полежат. Не все цветочки получились два, вот жалко, конечно, я пыталась их сделать потоньше, покрасивее, но вот они развалились, поэтому сильно тонкими делать не нужно. Ну, и вообще очень аккуратно с ними. Таким образом сейчас водичку положу на несколько минут, потом достану, это все обсохнет, и мы будем уже с вами украшать наш салатик. Сами цветочки мы сделали, ну, и, конечно же, нужно еще сделать такой акцентик в цветочке внутри, для этого нам нужна морковка. Я взяла самую маленькую, самую тоненькую, которую только можно было. И сейчас вот просто нарежу кружочками, и потом уже на месте я буду выбирать уже, какой кружочек, к какому цветочку у нас будет подходить. Ну, главное, чтобы именно диаметр моркови был у нас небольшой, потому что большой диаметр, конечно же, у нас не поместится. Ну, и, хотя, даже, может, вы его и расположите, но это будет некрасиво, неестественно смотреться. Вот, но мы же с вами все-таки хотим, чтобы это все красиво и естественно смотрелось. Ну, вот примерно пока такие кружочки у нас. Теперь мы с вами будем укладывать наши ромашки. Как вы видите, все очень быстро и легко. Вот как раз-таки ромашка, которая у меня не очень получилась. Тот бок, который не очень, я как раз-таки и выложу. Вот так вот ее. Так что не отчаивайтесь, если у вас в первый раз все не особо получится. Ну, вот, мои хорошие, смотрите, какая красота у нас с вами получилась. Ну, и последний, последний у нас штришок остался. Это, конечно же, зелень. Какое ромашковое поле без зелени, правда ли? Так что сейчас мы ее добавим. Вы используйте, какую хотите. Я сейчас вам вставлю фотографии того, какая зелень у меня была в прошлый раз. Не помню, базилик или какая. Но вот сегодня приобрела я другой. Решила попробовать, как посмотреть, как именно с этой зеленью будет салатик смотреться. Потому что она чуть поменьше размером. Думаю, что, наверное, будет не хуже смотреться. А может даже лучше. В общем-то, вы сравните, подумайте, посмотрите, какая зелень вам больше нравится. Может быть, вы вообще какую-то другую будете использовать. Ну, я думаю, зелени, в принципе, достаточно. В прошлый раз у меня было больше зелени, как вы могли уже наблюдать. Ну, в общем-то, вы сами решайте, каким количеством все вам украшать. Вот такое украшение салата я сегодня вам продемонстрировала. Я надеюсь, что этот ролик вам понравился и был для вас полезным. Не знаю, как вам, но мне очень-очень нравится такое оформление салата. И поверьте мне, когда вы такой салат поставите на праздничный стол, то он не оставит никого равнодушным. Ну, вот и все, мои дорогие. Если видео вам понравилось, то, конечно, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. А мы скоро с вами увидимся в новых роликах. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok